Всем доброго времени суток! Ага, всем привет-привет! С вами как всегда дезертир Ильдриэль. И теперь мы хотим рассказать наше мнение о игромире 2016. Да, именно о игромире сегодня пойдет речь, и давайте не будем затягивать. Ну что ж, поехали. И давайте уже действительно приступим к моему мнению. Этот игромир был довольно интересен тем, что там было много чего веселого. Там было, как всегда, много интересных игр, новых, веселых, классных, крутых и так далее. Это были кучи косплееров, которые тоже не давали нам заскучать. Мы бегали за ними фактически всю выставку, снимали их. И да, если кто не понял, я был на игромире вместе с Элкином. Что я хотел сказать, это то, что там презентовалось очень много интересных игр, таких как, например, Tekken, таких как Mafia, таких как Silent Hill, таких как Warhammer 3. Ну, Warhammer Dawn of War имеется в виду, естественно. Все эти игры мне лично понравились. Я успел опробовать лишь некоторые из них, но, тем не менее, я думаю, что стоит, стоит ждать. Немножко жду Warhammer, потому что все-таки я надеюсь, что серия сможет восстать после той ужасной второй части, которую я дико ненавижу. Но пока что ждем, пока ждем и смотрим, что у нас вообще вот из этого всего выйдет. Что касается самого игромира, он был, как всегда, наполнен народом, он был наполнен какими-то конкурсами, там было очень много чего интересного. Как обычно, в первый пресс-день у нас было все весело и, знаете, по-моему, каждый игромир проходит в начале, скажем так, сентября, либо, точнее, в конце сентября примерно. Шутка юмора в том, что каждый год он проходит во время дождя. То есть, каждый год, каждый, абсолютно каждый, какой я был на игромире, я подал под дождь в первый день игромира. И это прям стабильно. Причем, в данном случае я попал даже под дождь два раза, и это было нифига на самом деле не круто, но все прошло, в принципе, окей. Что мне понравилось у прессы, как обычно, было очень все классно, можно было покушать. У нас был собственный пресс-отдел такой, который уже улучшился, да, то есть пресс-рум стал больше, он теперь занимает отдельную комнату, полностью обитую. Там можно снимать нормально, там идет звуконепроницаемая, скажем так, обстановка и все круто. Это что касается прессы. Что касается самой выставки, что у нас там было еще интересного? Я помню, было очень много настольных игр на Комиконе, было очень много интересных представлений. Там же на Комиконе можно было посмотреть выставку косплееров, то есть, ну, дефиле точнее, да, правильнее так сказать. Это было очень классно, что мне, в принципе, понравилось. Что мне не очень понравилось, это, как обычно, огромное скопление народа, но тут уже ничего не поделаешь, это Игромир, и это нормально. Как бы для Игромира ничего тут в этом такого страшного нету. Единственное, было довольно сложно отснимать материал, который нам был нужен для именно вот этих роликов, по той причине, что люди довольно часто мешали, либо пытались как-то влезть в кадр, или еще что-нибудь, в общем, это было сложно, но мы старались, и, надеюсь, вот все, что вы видели, видите, и, в общем, вам понравилось. В любом случае, я, конечно, сейчас несу непонятную ересь, но, надеюсь, вы понимаете, о чем я. На Игромире можно было еще покупать различные вещи, это как какие-то сувенирчики, так и какие-то более масштабные там вещи. Например, можно было купить фигурки те же самые, игрушки там, не знаю, различные какие-то кошельки и прочие фишечки, которые вы не найдете, например, просто так, да, то есть нужно искать вот эти магазинчики, а здесь они прям сами приехали все и в одном месте скопились, поэтому это было очень удобно, по крайней мере для тех, кто хотел что-то купить. Вот, например, с Элкиным купили такого небольшого железного рипера, вот. И мне, в принципе, выставка понравилась, как бы каждый год проходит она очень классно, с этим годом, как бы, мне тоже все понравилось, потому что выставка стала еще более обширней, она вместила в себя еще больше людей, еще больше косплееров, еще больше каких-то фишечек новых. В общем, стало на самом деле очень круто, и я рад, что не пропустил эту выставку в этом году, и, надеюсь, попаду на следующую. Что еще вам рассказать, я даже не знаю, потому что мне, в принципе, эмоции только положительные, у Элкина, надеюсь, тоже, насколько я, по крайней мере, знаю, ему все это дело тоже понравилось, поэтому, если все будет хорошо, то на следующей выставке, возможно, тоже с вами свидимся. На этом у нас все, всем спасибо. Да, действительно, вот такое вот у нас было мнение, поэтому всем пока и удачи. Пока-пока, до новых встреч. Кому интересно, не забываем подписываться на канал, а также смотреть видео с косплеерами или прошлые стримы. Главное условие у тебя не должно извиниться лицо, вот ты летел сейчас, как мы скажем, в 3, 2, 1, если ты улыбаешься, значит, улыбаться даже с лицом, в 3, 2, 1, вот. Мне кажется, это развитие новых отношений. Дорогуша, я тебе точно скажу, что это не долетит. То есть это даже не оторвется с твоих рук. Вот дай к нему максимально близко подходи, максимально близко. Ты уже любишь его, да? Он тебе так глубине души. Ты же представил, как в 9 классе сидел с ним за одной партой, потом он тебе находил немножко, в 11 мы поцеловались, а потом в разные институты поступили, да? Но сейчас ты ему мстишь, да, за тот поцелуй? Давай, 3, 2, 1, полетели, да!